В Красноярске изменят систему утилизации мусора. Такое решение приняли на уровне мэра, депутатов законодательного собрания и горсовета. Отходы будут не только сортировать, но и в обязательном порядке перерабатывать в самом регионе. Репортаж Марии Кунской. Выражение «утонуть в мусоре» не просто метафора для Красноярска и его окрестностей. Риск реальный. На правой бережью в этом году исчерпают свои возможности два полигона из пяти. В Березовском районе и Железногорске. Уже закрыт в Девногорске. На весь левый берег остался всего один полигон в Емельяновском районе. Он будет заполнен в 2016 году. Решают проблему в крае уже три года. Действует специальная программа, но она малоэффективна. Миллионы тратили на ликвидацию уже существующих свалок. Сейчас решили менять систему. Для понимания, как сейчас выглядит система обращения с отходами. Управляющая компания собирает деньги жильцов за отгрузку мусора и нанимает транспортную фирму. А у той есть, в свою очередь, выбор. Либо отправлять машины с мусором на полигон, но за это нужно платить либо на пустырь или в лес. А что экономно, каждого же за руку не поймают. Сейчас планируют сделать одного ответственного на всех этапах. Мы, наоборот, исключаем посредников существующих по обращению с отходами и, по сути, переходим на заключение прямых договоров между населением и конечным потребителем бытового отхода. В роли оператора будут выступать предприятия, занятые на переработке и захоронении бытовых отходов. То есть управляющие компании будут передавать деньги от населения напрямую бизнесменам. Иначе штраф. В Красноярске собираются построить два кластера на правом берегу и левом с заводами по переработке, без привлечения бюджетных денег. Размер инвестиций предпринимателей – миллиард рублей. В ответ власти обещают помочь льготным налогообложениям. Есть принципиальная деталь, по поводу чего мы сейчас спорим. Мы полагаем, что эти льготы должны даваться только за переработку, сортировку, переработку мусора, произведенного на территории Красноярского края. Правда, крупных компаний, которые могли бы появиться на этом рынке – единицы. В Красноярске пока один мусоросортировочный завод. Мария Кунска, Денис Корнилов, Вести Красноярск.